Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «У книжной полки» и я, её ведущий, Андрей Печерин. В 2009 году Русская Православная Церковь отметила 100 лет со дня блаженной кончины святого праведного Иоанна Кронштадтского и 180 лет со дня его рождения. В 2011 году Берлинская и Германская епархии отметила десятилетие образования общины святого праведного Иоанна в Гамбурге. Краткая история, которая является яркой свидетельством чудесной помощи кронштадтского пастыря в наши дни. Сначала это была маленькая община, состоявшая из нескольких семей переселенцев из бывшего Советского Союза. За 10 лет она стала одним из самых больших приходов в Германии и обрела свой духовный дом в прекрасном соборе в центре Гамбурга, ныне самом большом храме Русской Православной Церкви в этой стране. Сыновняя Благодарность святому подвигла общину внести небольшую лепту в свидетельство о заступничестве праведного Иоанна Кронштадтского, переиздав книгу о его чудесах, ставшую библиографической редкостью. Эта книга и заняла сегодня свое место на нашей книжной полке. Называется она «Сила молитвы святого праведного Иоанна Кронштадтского». В предисловии к данной книге архиепископ Берлинский и германский Феофан делятся благодарными размышлениями о Всероссийском пастре. «Для меня, — пишет владыка, — выпускника и преподавателя Санкт-Петербургских духовных школ, — благодарная память об отце Иоанне особо значима. Вспоминается, как студентами семинарии мы и многочисленные жители северной столицы стремились к закрытому тогда Иоанновскому монастырю на Карповке и преподали к выбитому в гранитной стене крестику, указывавшему на место погребения отца Иоанна Кронштадтского. «Мы приносили ему свои просьбы, зная по опыту, как скорно слышание Кронштадтский батюшка». По словам архиепископа Феофана, в дореволюционных святцах немного женатых священников, но не потому, что они не были достойны прославления. Церковь прославляла людей, которые являли особый героизм духа, поэтому у нас так много мучеников, монахов, воинов, защитников своего народа. Но также во множестве были простые священнослужители, среди которых особенным образом сияет имя Иоанна Кронштадтского. Он прославлен не только как молитвенник и чудотворец. Церковь воспринимает его как пророка, как неутомимого подвижника в деле возрождения церкви. Для того, чтобы понять его великое историческое значение, нужно вспомнить то сложное время, в которое жил отец Иоанн. Церковь после императора Петра I пережила очень трудную эпоху становления своей жизни. Петр, а за ними Екатерина и другие императоры зачастую видел в церкви полезный институт для поддержания благочестия в народе и воспитания верноподданнических чувств. Из церкви о многом было изъято самое главное — ее духовная сущность. Затем на смену приходит другое время, наполненное мистикой, гуманизм, изучение тайных религиозных явлений. Все эти веяния не имели ничего общего с православным путем обожения человека. В то же время лучшие представители духовенства и мирян понимали, что общество слабо духовно. Подчас и революционеры были религиозными людьми, но они пришли к безбожию, потому что их религиозность была не во Христе. Эта же идея религиозности, без личного пути к Богу, привела к распространению в народе религиозного сектанства. Именно в то сложное время воссиял в церкви целый ряд подвижников. Мы знаем двух известных монахов, святителей — Игнатия Бринчанинова и Феофана Затворника. Знаем оптинских старцев. А от имен многих тысяч пастырей русской земли возвышается голос отца Иоанна Кронштадтского, который говорит очень простую вещь. Церковь может дать миру только одно — Христа. Культура, общественная мораль и все остальное, что связано с церковью, освящаются ею, но не являются ее сущностью. По словам архиепископа Феофана, все служение кронштадтского пастыря заключено в названии его дневника «Моя жизнь во Христе». «Не моя жизнь со Христом, не подражание Христу, но моя жизнь во Христе». Это не созерцание, не видение, а опытный путь духовной жизни человека. Поэтому и молитва отца Иоанна — это не лирика, а реальное общение души с Богом. Он жил тем, к кому призывал. Русский народ услышал искренний голос праведника. Отец Иоанн Кронштадтский обладал даром, который святые отцы называли простотой сердца. Сила его слова была в простоте, искренности и святости. Величайшая его заслуга — восстановление причащения святых христовых тайн как центра церковной и личной духовной жизни людей. Не раз в году, не только в пост или День Ангела причащается человек, а каждый раз, когда приходит в церковь. Сам отец Иоанн служил и причащался каждый день. Самой жизнью своей, своим служением он говорил, что невозможно быть во Христе без святого причащения. Оттого и на иконах святой праведник часто изображается с чашей, как бы призывая нас к святому таинству. После смерти горячо любимого батюшки, один из его почитателей, пожелавший остаться неизвестным, говорил, «Кто из живущих в Петербурге и его окрестностях не пользовался милостями великого праведника и подвижника, в бозе почившего отца Иоанна Кронштадтского? Кто в своих горестях и печалях не притекал к этому чудному целителю недугов душевных и телесных? Кто не чувствовал на себе его чудотворной силы? Кто не испытывал его безмерной доброты? Осыпанный милостями Государя Императора и высшей церковной власти, принятый в число членов Святейшего Синода, награжденный Митрою и множеством орденов, он нисколько не возгордился и продолжал оставаться столь же доступным для всех и каждого, кто имел в нем нужду, как и до тех пор, пока слава о творимых им чудесах не распространилась по Вселенной. Слишком строгий к себе и до невозможности снисходительный к слабостям других, он представлял собой тот идеал, к которому должен стремиться каждый христианин, желающий наследовать жизнь вечную. Будучи образом кротости и воздержания, он показал своей жизнью, что если кто захочет исполнить волю Христа, то как это не трудно, а все-таки возможно. По словам названного почитателя, спустя всего два месяца со времени кончины великого молитвенника русской земли, и многие верующие, и люди, даже не принадлежащие к православной церкви, стали исцеляться на могиле великого ходатая пред Богом. Их истории, а также тех, кто просил молитвенной помощи святого Иоанна при его земной жизни, собраны в настоящей книге. В этой книге собраны истории и благодарные письма тех людей, которые на себе испытали силу молитвы кронштадтского пастыря. И поэтому закончить нашу сегодняшнюю программу мне бы хотелось выдержкой из одного такого письма. Крестьянка Смоленской губернии Матрона Васильева пишет «Я, как нелицемерная свидетельница, удостоверяю факт моего выздоровления от неминуемой смерти и, веря в Господа нашего Иисуса Христа, обращаюсь к братьям и сёстрам со словами Силён кронштадтский пастырь в молитве. Не преследуя корысти, он молит о всяком случае нелицемерно, прося лишь, как было со мной, воздаяние верующему по вере его. Будем же веровать нелицемерно в силу молитвы пресвитеров, обращаться к ними за врачеванием нашей немощи и просить их о ходатайстве дарования нам веры». Дорогие друзья, на этом наша передача подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok